Не удивляйтесь, если вам покажется, что я схожу с ума, потому что это так и будет. Трям подписчикам и гостям я Джетли, и сегодня мы будем разговаривать на несколько тем. Потому что, блин, 5 утра, я всё ещё не сплю, и чё ещё делать, кроме как не разговаривать, правильно? Правильно. И первая тема, на которую я хочу поговорить, это тема веры и религии. В принципе, это два понятия, которые идут параллельно, которые в некотором роде противоречат друг другу, но в некотором роде имеют с обоих сторон поддержку. То есть религия поддерживает веру, а вера поддерживает религию. То есть, допустим, та же самая христианская церковь. Церковь может быть любая на самом деле, просто это первое, что приходит в голову. Вера человеку, несомненно, важна. И не важно, во что эта вера, хоть в Бога, хоть в природу, хоть в себя, это не важно. Человек такое существо, которому нужно во что-то верить, которому важно во что-то верить. В некоторых случаях человеку важно, когда верят в него. Ну, не в плане обожествления, а в плане того, что я верю в тебя, и ты справишься. Я помню, кто-то очень религиозный, но не посещающий церковь, сказал такую одну умную вещь. Я верю в Бога, я люблю Бога всем сердцем, я хочу продолжать в него верить. Но я считаю, что поход в храм, оставление денег, покупка всяческих атрибутов, это как позерство. Потому что почему людям надо собираться в одном месте и молиться какому-то, допустим, божеству, а дома они молиться не могут, даже несмотря на то, что у них как бы есть иконы и прочие атрибуты, которые вполне себе есть в церкви. И изначально в постройку церкви как раз-таки закладывали такую идею, что это храм божий. Отсюда выходит и его помпезность. То есть вы посмотрите на храмы в других странах, вы посмотрите на храмы другим богам, не христианским. Как бы у каждого храма своя история, и каждый храм по-своему прекрасен. Они зиждятся на помпезности. У всех подобных построек вызвать вау-эффект у человека при входе в храм. То есть у человека должно появиться желание возвращаться в храм снова и снова. Также, в принципе, есть теория о том, что групповая молитва, групповая просьба, она гораздо эффективнее, чем просьба одиночная. То есть если ты молишься дома, то твоя просьба как бы может не дойти к Богу. А при групповом возношении молитв энергия кучкуется и возносится к небу. И создание подобного антуража — это одна из основных мыслей церквей. Церквей храмов-соборов. Посмотрите на собор Парижской Богоматери. Посмотрите на собор готический на 905-го года, на какой-нибудь византийский собор, на собор в стиле барокко. Каждый из них по-своему прекрасен, что внешним своим обликом, что внутренним обрамлением. И нынешние батюшки, почему они одеваются так помпезно? Ну, во-первых, да, во-первых, они довольно-таки много зарабатывают. Опять же, это идёт из мысли о том, что церковь — это храм Божий, и священники — это вроде как способ контакта с Богом. Но в целом я всё-таки придерживаюсь той идеи, что если у человека есть вера, то он может и в одиночку как бы эту веру возносить. Потому что если твоя вера сильна, то ты по-любому будешь услышан. И, по сути, неважно кем. Вторая тема, о которой я хочу поговорить, это почему человеку важно мнение общества и мнение окружающих. Во времена своего обучения в школе я очень часто сталкивалась с напутствием учителей, что типа вот «не делай пирсинг, не перекрашивай волосы, подумай о том, что о тебе подумают люди». Или «подумай о том, что о тебе подумают окружающие». И я постоянно не понимала. Блин, ребят, в чём проблема? Какая мне разница, что обо мне подумают окружающие? То есть как бы это моё тело, моё дело, и не им жить моей жизнью вроде как. Им должно быть просто чисто фиолетово. А нет. Как оказалось, всё-таки это высказывание имеет место быть. А почему? Потому что, как я говорила уже ранее, потому что, как я говорила уже ранее, встречают по одёжке, то есть по внешнему виду, а провожают по уму. Но, честно, не всегда. Так что же теперь подросткам не делать пирсинг и не красить волосы? Вообще, как я считаю, это чисто дело каждого. Но с одним нюансом. Вы можете в подростковом возрасте красить волосы, делать проколы, вы их снимете, да, там, они вам надоедят, вы там перекраситесь, снимете проколы, все дела, бла-бла-бла. Опять же, не все. Но, если вам это не надоест, как, допустим, не надоело мне, у вас могут возникнуть проблемы с поступлением в тот же институт, куда-то на работу, там, на какую-то должность, где вы будете получать более 20-25К. Внешний вид очень часто вызывает проблемы на вакансиях, где вы должны будете контактировать с людьми, потому что люди бывают разные, и у некоторых просто бзик на, скажем так, неформалов, которые ходят там с проколами в татухах, с цветными волосами и прочее, прочее. Им это не нравится, они могут просто так за ваш внешний вид накатать на вас жалобу. Допустим, если вы курьерствуете, да, или там где-нибудь работаете на кассе в пятерочке. Также, как выяснилось, некоторые художественные институты, где, казалось бы, ну, блин, ты творческий человек, делай с собой всё, что хочешь, потому что весь мир, твоё тело — это чистый холст. Ты можешь на нём создать то, что ты любишь, то, что тебе нравится, то, что ты хочешь видеть. Нет. Им тоже иногда бывает важен внешний вид, потому что если ты выделяешься, значит, ты нарушаешь дисциплину, то есть ты отвлекаешь на себя людей и не даёшь учиться уже им. И им пофигу, как ты учишься. Ну, и ещё возникают некоторые такие ситуации, в которых, ну, твой внешний вид тоже может играть немаловажную роль. Но, как мне думается, покрасить волосы и сделать персинг — это не самый лучший способ выделиться, скажем так, из толпы, если ты это делаешь исключительно, чтобы выделиться из толпы, то есть чтобы на улице кто-то сказал «О, посмотрите, у него там синие волосы», или у него жёлтые волосы, или у него зелёные волосы, или у него тоннели на 15 сантиметров». Ну, потому что волосы сейчас красит, скажем так, ну, каждый десятый человек. Каждый четвёртый человек как бы украсит в какой-то, ну, другой, но более-менее естественный цвет. Ну, то есть это каштановый, чёрный, русый, и самый распространённый этот цвет — блонд. Получается, что за счёт покраски волос, как бы, ну, из толпы не выделишься, потому что ты соберёшь толпу, допустим, 100 человек, там обязательно будет тот, кто покрасил волосы в неформальный цвет. Поэтому, ребят, читайте книги и развивайтесь. Так, я думаю, вы точно выделитесь. Третья тема, о которой я хочу поговорить, это мотивация. Что такое мотивация? Мотивация — это способ заставить себя что-то делать, заставить с поощрением, скажем так. То есть, проведу на примере своих младших классов. Я не помню, какой это был класс. Помню, что у меня была какая-то игрушка, в которую я очень сильно залипла. То ли тетрис, то ли ещё что-то подобное. И, короче говоря, я ходила в школу, только чтобы в неё нормально поиграть. На продлёнке, там, на переменках. И, короче говоря, у меня по предметам было всё плохо. Правда, всё плохо. Это было и в остав... И, как бы, в оставшейся части школы. Да. Короче говоря, чтобы заставить выучить меня таблицу умножения, у меня отобрали эту игрушку и сказали, что отдадут только, когда я её выучила. Угадайте, за сколько я выучила эту пресловутую таблицу умножения? За одну ночь. И на следующее утро я реально получила обратно свою игрушку. То есть охренеть, блин, мотивация. Я не могла её выучить, по-моему, две или три недели. И выучила потом за одну ночь, когда у меня отобрали вещь, к которой я была привязана. То есть мне кажется, это один из лучших примеров мотивации. Хотя он довольно жёсткий. Так вот, как же заставить себя что-то сделать? Ответ прост, надо промотивировать. И желательно, чтобы это было в хорошем ключе. То есть, если я там, допустим, уберу комнату, я позволю себе купить он тот кексик, да? Или я позволю себе купить какую-то вещь, которую я очень хотел, но меня душила жаба, чтобы её купить. Ну, то есть денег много стоит. Но желательно, чтобы ваши цели и ваша мотивация были соразмерны. А то совсем не здорово получается, что, допустим, я поменяю лоток кошкам, и за это я куплю себе новый игровой ПК. Как бы такая мотивация не очень хороша. Так что соизмеряем и мотивируемся. Четвёртая тема, о которой я хочу поговорить, это социоблядство. По идее, это называется как-то более культурно, но мне приятнее такое название, потому что оно очень хорошо характеризует это состояние, не знаю, эту привычку. Что же такое социоблядство? Это когда ты всё своё время или большую его часть проводишь в соцсетях. То есть это тот же контакт, фейсбук, одноклассники, я не знаю, кто что любит. Выбирайте сами, ставьте галочки, подчёркивайте, пишите в комментариях, в конце концов. И в последнее время я себя ловлю как раз-таки на социоблядстве. Я осознаю, что в каком-то смысле я стала социоблядью. И это не круто. И как же избавиться от социоблядства? На личном опыте, который у меня был, по-моему, в 2012-2011-2013 годах, где-то в этом промежутке, на личном опыте я узнала, как от него избавиться. Выхода два. Даже три. Первый выход это уехать куда-то, где нету интернета и с собой, в принципе, ничего подобного не брать. Второй выход это, чтобы тебя закрыли в больничке и ты не смог выходить в соцсеть. Я не говорю про больничку, где лежат с травмами. Хотя нет, там... Хотя, блин, там тоже лежат с травмами. Но только... Вот эти. И третий способ это чем-то себя занять, желательно чем-то, что приносит вам прибыль или вас как-то развивает и приносит прибыль. Потому что это еще и мотивация. И плюс к этому еще надо убедить себя, что в интернете, в виртуальной реальности ничего не случится, пока ты будешь отсутствовать. Конечно, кроме каких-нибудь взрывных новостей, типа, не буду говорить, кого всех это задолбало, в том числе и меня, новых мемчиков, каких-то шуток и прочего-прочего. Со временем вы поймете, что реальная жизнь гораздо интереснее виртуальной. Но мы сами вправе изменить свою реальность. Первый шаг, если вы все-таки решили прекратить свое социоблядство, желательно разлогиниться из соцсетей. Не всех там, можно одно оставить. Я оставлю себе YouTube. Просто потому, что если вы в комментариях напишите, чтобы я, допустим, вела видео-дневник, я буду рассказывать, что интересного со мной случилось за день там. За два дня, за три, но это будет зависеть от того, насколько у меня будет насыщен день и от того, как часто вы хотите видеть мое лицо в кадре. Вы поняли, короче. Второй шаг, это, разумеется, найти себе какое-нибудь интересное занятие или, наконец-таки, начать выполнять свои цели, свои поставленные цели. возможно, как раз-таки это и поможет изменить вашу жизнь к лучшему. То есть, вы, может быть, устроитесь на работу или получите какие-то новые навыки или познакомитесь с новыми людьми и побывайте в новых местах. Это уже зависит исключительно от вас. В принципе, вот вам под шаг, там, типа, третий точка один, да, это если у вас нету знакомых или если вы постоянно торчите в интернете, но не поддерживаете общение со своими друзьями в реальной жизни, и у вас, как бы, их уже не осталось, как у меня, да? Что вы делаете? Вы ищете ближайшее антикафе в вашем городе. Если его нет, то, скорее всего, оно есть в ближайшем городе. Смотрите, какие там проводятся мероприятия. Если мероприятий никаких не проводятся, вы все равно туда едете. Там вы стопроцентно с кем-нибудь подружитесь и, возможно, получите какие-нибудь еще навыки. Многим, думаю, говорили, что друзей не выбирают. Нет, на самом деле их выбирают. Большинство ваших школьных друзей после того, как вы выпуститесь из школы, про вас забудут нахрен. Вас пошлют просто куда подальше. Как и вы их, впрочем. По какой-то там статистике, которую я прошла в каком-то там мохнатом году у человека может быть три, максимум пять настоящих друзей. То есть это друзья, которые с вами прошли реально огонь и воду и, короче, вы с ними наелись соли, сахару и всего, чего только можно не наедаться, наелись. И не факт, что эти друзья смогут с вами часто видеться. Не факт. Просто вы будете знать, что где-то есть человек, с которым можно поговорить и который к вам по-прежнему хорошо относится. Если вы не можете сразу бросить соцсети, потому что, ну, что-то вас там держит, что-то не отпускает, вам прям так хочется, вот как наркоману, да, вот шприц вот по венке, такой хух-хух-хух-хух. Здорово, чтобы было, да, хорошо. Составляйте себе график. Просто график, в который вы будете сидеть в соцсетях. В ВК я буду заходить исключительно, чтобы закинуть новости в группу. некоторое время пролистаю сообщение, посмотрю, что мне написали, потому что все-таки большинство людей сидит в ВК, и большинство своих дел, своих каких-то необязанностей, планов я осуществляю именно через ВК посредством договора с нужными мне людьми. вот, выговорила. Я надеюсь, меня все поймут, это должно быть так, потому что, ну, вы-то люди умные, вы же знаете, в чем я не права, и что я делаю не так, правильно? Правильно. Если вы будете меня хейтить, хейтите меня тут, тут я хоть почитаю, ну, либо в личные сообщения, не важно, у меня личка открыта. Не буду углубляться в то, почему я решила сделать это именно сегодня, просто я поняла, что я снова схожу с ума. Правда, все это прошло через истерику, но да ладно. Про лайки и дизлайки, я думаю, вам напоминать не стоит, связаться со мной можно будет через коммент, потому что YouTube это та соцсеть, в которой я планирую более-менее поддерживать активность. Загнется YouTube, перейду на Facebook. Ну и тем, кто досмотрел до этой части, ребят, короче, вы молодцы, и не удивляйтесь, если вам покажется, что я схожу с ума, потому что это так и будет. Всем спасибо за просмотр, всем пока!